Слава Богу за Его милость, любовь, за то, что Господь собирает нас. Слава Ему! Сегодня я бы хотел немножко прикоснуться к такой теме многогранной, многообразной. Называется «Власть верующего». Скажите, Бог наделил нас какой-либо властью? Вообще есть у нас какая-то власть? Так написано. Еще? Есть какие-то мысли? Господь желает, вот смотрите, если человек не знает, что ему принадлежит, то какая польза от того, что ему это принадлежит, если он этим не пользуется? Так? Если у нас что-то есть, но оно хорошо есть и есть. И мы никак это не используем. Сегодня каждый из нас, он должен знать, что нам принадлежит, как верующим. На что мы имеем право, что мы можем делать. Приходя сюда, если многие думают, что приходя сюда, мы, как мы, отмечаемся, что мы пришли, мы такие верующие христиане, мы приходим сюда и думаем, что мы этим самым зарабатываем себе какие-то галочки, зарабатываем себе спасение. Если мы строим себе такую иллюзию, то это не так. Потому что спасение – это не заработок, это дар. А приходя сюда, мы учимся. И выходя отсюда, практикуем. Так если мы сюда приходим и думаем, что мы что-то услышали, что-то вроде бы знаем в теории, что оно так есть или должно быть, но не пользуемся этим, то есть какая-то от этого польза? Нету. Я буду читать первое место. Это я официанам. Первая глава, с 16 по 20 стих. Написаны такие слова. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровение к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих под действием державной славы Его, которого Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». И следующее место, тут же рядышком, это 3 глава, с 14 стиха. «Для сего преклоняя колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божией». Слава Ему! Нам нужно иметь этого Духа Премудрости. Нужно или нет? Если мы хотим расти, если мы хотим постигать, понимать, о чем говорит Господь, то нам нужен вот этот вот Дух Премудрости, откровение о Христе и о Его Слове, если мы хотим расти. Скажите, мы сюда приходим, мы хотим расти? Или нам достаточно просто прийти, послушать, уйти? Какой пришел, такой ушел? Я думаю, что каждый заинтересован в том, чтобы расти, чтобы познавать, чтобы больше и больше познавать нашего Бога. Мы не получим это своим умом. Иногда человек думает, я как-то сам достигну чего-то. Но мы это своим умом не получим. Это должно быть открыто нам кем? Святым Духом. Так или нет? Следующее место, это Ефесянам, тут же рядышком, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против правителей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Братья и сестры, слава Богу, что Господь наделил нас этой властью. Мы имеем власть над этими злыми духами. И Иисус Христос нанес поражение для нас. Поражение им для нас. Однако, вы знаете, многие, многие приходят, многие в теории знают, что оно, ну, вроде как бы так. Но, тем не менее, где-то, может быть, в посознании думают, что, возможно, эта власть, она принадлежит не всем нам, а только определенным, которым каким-то особенным людям, которым Бог как-то даровал какую-то особенную силу, власть и наделил их. Но не все люди это имеют. То есть, если мы так думаем, то это не так. Здесь не указано, что это особым людям. Здесь написано, что Он все нам дал. И мы принимаем эту власть, когда рождаемся свыше. Но, вы знаете, дьявол не хочет, чтобы мы знали об этом. Он всячески пытается воевать с нами против этого, вселяя в нас какие-то сомнения. Говорит, что это не так, ты себе там не рисуй, это все не так, неправда. Чтобы ты не познал истину. Тут же в Эфисянам, в первой главе, третий стих, где написаны такие слова, «Благословен Бог и Отец, Господь нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Во Христе нам принадлежат все духовные благословения. Мы имеем власть, осознаем мы это или не осознаем. Мы это имеем. Но недостаточно просто знать. Но результат приходит тогда, когда ты вот это то, что ты знаешь, применяешь, приводишь в действие. Вы знаете, трагично, когда христиане живут и по жизни они так и не знают, что они имеют. Смотрите, Христос пострадал за весь мир. За весь или не за весь? За весь мир. В сегодняшний день, может, какие-то определенные люди имеют спасение или все? Каждый имеет на спасение. Он всех принимает или каких-то особенных людей? Нет, всех. представьте себе ситуацию. Грешник, он имеет право на спасение. Потому что Иисус купил ему это спасение. Он пострадал за всех. Он все устроил. И он желает, чтобы грешник, чтобы грешник пришел, чтобы грешник пришел к нему. Но если этот грешник об этом не знает, то то, что Господь сделал для него, поможет это ему? И если он все-таки не пришел, не примирился с Богом, хотя Бог уже все сделал, поможет это ему? Не поможет. Потому что он не знал, что что было. То большое, тот подвиг, который невозможно ни с чем сравнить, он не знал об этом, что можно было прийти и примириться с Богом, что он пострадал за весь мир. Читаем место. Это 2 Коринфянам. 5 глава. 19 стих. Написано такие слова. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Вы представляете, какой серьезный подвиг? Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. А если ты об этом не знаешь? Если грешник не знает, что у него есть, поэтому ему от этого никакой пользы нет. Хотя Бог все устроил. точно так же, если мы не знаем, что нам принадлежит. У нас есть, но мы этим не пользуемся. И это печально. И мы для этого приходим сюда, для того, чтобы мы знали, что нам принадлежит. И чтобы мы этим пользовались в нашей жизни. В пример можно навести такой, знаете, банальный пример. Это когда у тебя есть какая-то, не знаю, какие-то деньги, которыми ты мог бы воспользоваться, и ты забыл о них. Они перестали быть твоими. Нет, они не перестали. Они также твои, хотя ты о них не знаешь, забыл, где ты положил, и забыл даже, что они у тебя есть. И когда ты их нашел или вспомнил о них, они точно так же твои, как и тогда, когда ты не знал о них. Потому что это у тебя есть. Это у тебя было. Я не знаю, слушали вы или слышали. Может быть, такой пример был. Даже писали о нем в газетах. Когда один человек умер от того, что плохо питался. И жил так, питался с мусором. Зарабатывал себе. И копил деньги. И когда вскрыли его, показало то, что он умер от плохого питания. И на поясе у него были деньги найдены. Решая сумма денег. О чем я хочу сказать? О том, что у него это было. Он этим мог воспользоваться. Но он этим не воспользовался. Это было. Он мог жить по-другому. Он мог не умереть от плохого питания. Это у него было. Мы должны знать, что у нас есть. Мы приходим и учимся здесь. Следующее место я хочу прочитать. Это 8 глава. Вот Иоанна. 32 стих. Написаны такие слова. Очень серьезные слова. «И познайте истину, и истина сделает вас какими? Свободными». Почему она вас сделала свободными? И так же Бог говорит через пророка Осию. Я думаю, очень часто это трактируется, говорится отсюда, где 4 главе 6 стихом говорит, «Истреблен будет народ мой». А за что? За недостаток ведения. Он говорит, «Не грешники, не мир, а народ мой, потому что не знают, не ведают». То есть погибают те, которым это необязательно. Вам не нужно. Но вы это не знаете. Вы не ищете, вы не копаете. Хотя Он говорит, «Познайте истину». Вы приходите сюда, познайте эту истину. Она сделает вас свободными. Итак, что такое власть? И брат Витя навел пример, где написано, да, это в Луке написано. 10 глава, 19 стих, пишет такие слова. «Се даю вам власть». Что же Бог нам дает? Вот, власть наступает на змей и скорпионов и на всю силу вражию. И что? И ничто не повредит вам. Казалось бы, да, вы знаете, легко читать. Но Бог так говорит. Неужели Писание врет? Неужели здесь мы как-то, вы знаете, сомневаемся в этих словах? Он говорит, «Се даю вам власть». Или, может быть, это не власть? Может, это просто, знаете, как бы, мы сами себе увеличиваем, или Бог нам дал так, знаете, чтобы мы себя утешали. У вас что-то есть? Но это не совсем то, что вы думаете. Нет. Это не так. Говорю, «Се даю вам власть». Вам. Ни кому-то особенным, ни каким-то определенным людям, ни каким-то выделенным людям из общества. Он говорит, «Вам». Вам даю власть. И мы должны понимать, что мы имеем эту власть. Мы ее имеем или нет? Братья и сестры, мы сегодня, не знаю, мы как думаем, мы имеем это или нет? Слава Богу, что мы это имеем. Но мы должны этим пользоваться. Мы пользуемся этим. Я думаю, что каждый согласится, что сегодня у церкви не меньше власти, чем было тогда, в первом веке. Не меньше. И церковь сегодня никак не говорит о том, что нам власти столько не надо. Нам достаточно, ну, мы как-то своими силами. Нет. Власть – это уделенная сила. Кто нам дал эту власть? Иисус Христос. Он нам ее дал. Мы без Него ничего не можем. Мы сегодня можем говорить, да, я там сильный, столько там, не знаю, что могу. Но я без Христа ничего не могу. И Он мне дал власть. И я посредством Него имею это. Слава Ему. Еще такой, знаете, пример, что мы себе немножко представляли. Уделенная власть – это когда ты, я думаю, каждый понимает и согласится с тем, когда полицейский стоит, и он регулирует дорожное движение. Сверхъестественных сил у Него нету. Но поднимая жезл, мы понимаем, что он как-то регулирует. Если бы люди согласились не покоряться Его указаниям, то Он бы их не становил. Но, тем не менее, определенные структуры наделили Его этой властью. И те, кто едут по дороге, они считаются с этим. Ведь так? Точно так же и мы сегодня имеем эту власть, которую Христос наделил нас. Павел говорит Эфесянам, 6 глава, 10 стих. Это прочитаем. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Он не говорит здесь, что мы должны сами по себе быть сильными. Он не говорит, что мы там сверх какими-то должны быть. Он говорит, чтобы мы укреплялись могуществом не своей, а силы Его. Как это может быть? Что-то нужно делать. Знаете, иногда сам себе, может быть, рисуешь или думаешь, ну, может, у меня не получится, как это я должен укрепляться Господом? Но есть такой пример. Например, мы, наделенные властью, мы не можем запретить птицам летать над своими головами. Но мы можем не дать себе гнездо на своей голове. Естественно, я не говорю это в буквальном смысле, это прообраз духовный. Мы имеем власть, это в наших силах, в нашей власти, не дать себе гнездо на своей голове. Да поможет нам Господь, чтобы мы укреплялись Господом и могуществом силы Его. Чтобы мы были сильны в Господе. И еще одно место я засчитаю, и мы будем молиться. Это 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих, где пишутся такие слова. Дети, дети, он обращает сегодня к нам. Не говорит рабы, говорит дети. Вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Слава Ему! Да благословит нас Господь, чтобы мы сегодня, будучи здесь, учились, выходя отсюда, практиковали это в жизни. Потому что мы имеем эту власть. Неопределенные люди из нашего общества. Каждый из нас. Рожденный свыше, иметь власть. Слава Ему за все. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова